Что нужно знать об особенностях дыхания во время класса кундалини-йоги? Это видео будет полезно как начинающим практике кундалини-йоги и также и тем, кто продолжает практиковать. И, смотрев его до конца, вы поймете, почему. Хорошо. Как мы дышим в целом во время практики кундалини-йоги? Вдох и выдох идут через нос по умолчанию. Очень часто, особенно здесь, в Америке, можно увидеть, что люди, им скажешь в конце вдох, они делают вдох, а потом говоришь выдох. Именно для того, чтобы выдохнуть через нос, они такие, о-о-о-о. Это настолько смешно. Но это, понимаете, вот такая культура сейчас сложилась определенная в среде людей, которые здесь и там, знаете, занимаются духовными практиками и им говорят о том, чтобы освободиться от чего-то, надо так выдохнуть. Поэтому вы выдыхаете и вдыхаете через нос. Следующее. Нужно дышать глубоко. И для начинающего практика это может быть даже, ну, как-то непонятно быть и вообще надоедать. Я помню, что когда я стала практиковать кундалини-йогу, мне это как-то вообще казалось, ну, фигня какая-то. Ну, говорят все время дышать, дышать. В чем прикол? Вот. Лишь через несколько лет я прочувствовала по полной пользу дыхания. Но тем не менее, действительно, когда вы дышите глубоко, это помогает. Почему? Это дает вам потому что больше энергии. Если вы уже практикуете кундалини-йогу, и с сегодняшнего дня, что выполняя свою личную практику, что во время класса вы начнете дышать глубоко и будете повторять на вдохе сад, на выдохе нам, то, поверьте мне, ваша практика выйдет на новый уровень. И когда я говорю дышать глубоко, то это действительно глубоко. В целом, все пранаямы на классе кундалини-йоги можно разделить на глубокое и медленное дыхание, на сегментированное дыхание. Что вам нужно знать про глубокое и медленное дыхание? Основная вещь – это что на вдохе ваш живот должен идти от себя и надуваться, как шар. Ну, может быть, он не совсем будет раздуваться, но по-плоху должен идти от себя. На выдохе – в себя. Очень часто люди втягивают в себя живот на вдохе, чтобы он не раздувался, не дай бог. Или потому что, когда человек находится в стрессе, или также когда у людей панические атаки подобного рода состояния, то действительно часто люди дышат, они на вдохе в себя втягивают пупок. То есть надо запомнить, на вдохе пупок идет от себя, а на выдохе – в себя. То есть представьте себе шар, когда надувается, он раздувается, когда он сдувается, выдох, да, то он сдувается. Можно, если вы только начинаете практиковать, если есть возможность положить, если у вас руки свободны, не задействованы, если просто идет, например, глубокое медленное дыхание в классе, как принаяма, то вы можете одну руку свою, например, левую, положить на пупочный центр и контролировать себя, что на вдохе пупок идет от себя, а на выдохе – в себя. И почему я говорю положить руку? Потому что иногда люди даже не чувствуют, куда идет их пупок от себя или в себя живут, да. Дальше. Следующий вид принаям – это сегментированное дыхание, да, какие-то дробные дыхания. Это, например, дыхание огня, дыхание через рот в форме буквы О, и также есть еще сегментированное дыхание. Ну и сейчас поговорим, прежде всего, о том, что наиболее часто встречается, то есть это дыхание огня и дыхание в форме буквы О. По дыханию огня появится ссылка, у меня уже есть давно на канале подробное видео на эту тему. Хочу остановиться на дыхании через рот в форме буквы О. Такого плана дыхания, что большинство людей вообще не знают про эту проноемку. Когда вы вдыхаете, на вдохе должна струя воздуха, это тогда именно, это будет по-настоящему эффективно для вас. Она должна ударять в заднюю часть неба, которая мягкая. Небная занавеска так называемая. И вот туда должна струя на вдохе ударять. И также, что люди часто делают неправильно, если не указано иное, то должны быть равны и вдох, и выдох. Если, например, человек выполняет, предположим, кулаки злости. Кулаки злости, ссылка, появится тоже на экране. Там идёт дыхание через рот в форме буквы О. И люди часто дышат неверно за счёт того, что они форсируют выдох. И в итоге у них, как одному человеку, я когда-то учила делать эту медитацию, и она выдыхала слишком сильно, как в холотропном дыхании. И в итоге она говорит, всё, я уже просветлела, опустила руки. Поэтому вдохи и выдохи также равны. И без форсирования на выдохе. Дыхание через рот в форме буквы О, да и даже для начинающих практиков, глубокое и медленное дыхание, другие проноямы, могут быть, на самом деле, достаточно интенсивными. И поэтому, если вы только начинаете, и для вас чрезмерные ощущения, которые дают проноямы, ну просто можно немножко сбавить обороты, делать менее интенсивно. Но, тем не менее, не останавливаться на этом и по мере практики выходить в полную силу. Если вы уже давно практикуете кундалини-йогу, и в следующий раз, когда вы будете делать дыхание через рот в форме буквы О, попробуйте его сделать более интенсивным и посмотрите, какой у вас будет опыт. В комментариях поделитесь, пожалуйста. Если вы практикуете кундалини-йогу, поделитесь своим опытом, связанным с проноямами, про которые я говорила. Благодарю вас за просмотр. Саднам.